а вот этот центр он стоило кушать суток и вот так вот ну что ж отвезли меня значит в армии я живу в бушмаково пензенской области да это вот я вам напоминаю везде нас в армию трое суток это было что-то и я вот очень помню что примерно сутки у нас поезд двигался со скоростью пешехода это было такое издевательство это просто кошмар сейчас говорят что такого нет а вот пока нас везли мы все повылазили из вагона у нас был свой вагон как говорит призывников мы все ну сколько можно сидеть в этой будке мы все оттуда вылазили просто шли вот рядом с вагоном курили в чистом поле все это такое когда до покупателя дошло это тот самый который нас забирал своим коматом он воде сначала орать вы чё охренели здесь могут быть и медведи и лоси а мы все бегом погони мы залезли в этот вагон и поехали потом у нас все-таки кое-как ему разогнался напомню что тогда номера автомобилей были вот первые буквы это вот та область где этот автомобиль есть то есть если пенза то номер был без пен педу что там еще всякое такое и тут нас привозят мы видим ну мы пензенский ребята знаем кто такой пензенский номер и мы видим все номера на п мы ну ни хрена себе это чё у нас это самое трое суток везли чем вокруг пенза что ли нас возили и обратно привезли что оказалось оказалось что нас привезли в перми там отличие номеров было что у нас п е а у них там п н п д еще там какие-то были попал я во внутренние войска служил я сурмак и чипец тут такие поселки были лошкарем с рейсником был все такое я один и я я попал мы попали в первый призов который шел полтора года то есть не два года а полтора то есть представьте себе какой геморрой восьми но это я подсказывать не буду служили мы нас кормили три раза в день но не ахти конечно как час говорят там до пяти раз кормлением нет у нас кормежку было три раза в день я помню что чтобы съесть то что тебе дали короче принцип такой чем сильнее посолил тем она вкуснее насолился в руках то есть это какие у перловка сечка у нас была всякой всевозможные обязательные кругляшки масло были чай еда не особо ахти какая вкусная голову отслужив армию я решил пойти в милицию ребят так тогда было так медиций не было палочной системы все работали по своему призванию то есть люди шли именно призвание что как еще это можно объяснить именно не по идеологическим соображением как-то шли в ментуру и все они там такие такой ты были я туда когда устроился стажером стажером на три месяца вот этот советский уклад он еще оставался но уже внедрялась вот эту палочная система то есть вот именно вот в эти годах когда мне 20 лет было 74 плюс 20 это 94 когда именно вот эту палочную система она начинала уходить объясню как то есть я стажер со мной но несколько сержантов и мы старую стажеры человека три что ли четыре там были да вот некоторый товарищ в погонах залетает вы чё тут сидите какого хрена чтобы пьяный был ни одного протокола не было то есть вот эту палочную система начала она тогда работать мы конечно все вышли скажет он не орёт выйти чтобы не орал оказалось мы вышли он поразит за нами следил и получалось так что если мы кого-то не возьмем нам то есть если идет например пьяный человек он как обычно делает ты откуда да вот со свадью куда-то тобой да иди первоначально это вот именно советской системы такая вот ты идешь на грузишь и дайте то куда хочешь только это здесь уже вот началось именно пьяный должен быть и мы я мне до сих пор за это стыдно там и вот видел дедульку какого-то и нас вот три сержанта и 3 или 4 человека на стажеров мы вот одного дедульку это окружили видим что он пьяненький брать его не за что и тут же видим вот эту лаги который за нами наблюдает то есть или мы его берем или этот товарищ не буду его звать фамилию его сажает в уазе к себе везет его в отдельном и все будет гораздо хуже для него и мы потом получаем мы на него где-то пьяным и тебя должны взять он такой на чертунки перейти с нами пошел это вот зарождение палочной системы ребята у нас тогда не было бы их выхода то есть мы стажеры если мы его не возьмем толку стажировку не пройдем хотя один хрен я с ними разосрался и ушел оттуда короче я стажерку у них там не прошел и слава богу я сейчас никак не завидую вот нашим ментам которые они у нас работают это вот это вот палочная система вот это вот дралов кабель она везде и всюду она за все еще вот я со стороны на все это смотрю да понимаете я когда там работал еще было советское время но и мужики ну как менты тоже решили там что-то выпить они на меня это самый будешь да ну машину я как ты это а да ты чем это понимаешь если ты с нами не выпьешь ты значит это ты чё на стучать что собрался мне пришлось с ними выбить и все я с ними раз выпил они про меня забыли и там сель балк болтали что сейчас вот по сравнению с теми временами ребята вот в те времена дам могли есть попадаешь контуры если ты там что-то возбузил тебе дубинками отходит прям вот за милую душу сейчас что творится тогда это было нужно было возбузить действительно это нужно было перейти какие-то рамки просто так вот взять там пьяного какого-то до который спокойно идет в камеру чтобы его там что-то отмутал нет такого не было ребят так просто не колотили и поэтому я сейчас говорю я не завидую вот этим ребятам которые сейчас работают мультуре это знаете вот сейчас можно суверенность сказать внутренние органы это те которые воняют вот это вот относится к этой структуре там делать нечего ребят вот чем идти туда работать лучше быть без руку и честно скажу ничего хорошего в этом нет ну вот разосрал все значит с нашим ментами тогда она еще милиции назывался после этого мне написали там хорошую характеристику естественно поэтому тогда еще брали на работу еще требовалось характеристика то есть он характеризующий тебя какой-то там а мне там неподчинение самовольничество грубость по отношению к начальству это все мне там закатали и по знакомству я устроился на газпровод после этого то есть после трех месяцев устроился на газпроводов год год я поработал там и кстати вот как раз вот в эти времена уже начинали вот эту нагибание людей по самый не хочу тут уже начинали дужина в грабачевские времена я еще в училище учился уже пошли вот эти вот талоны дефицит сахара это ребят я вот например не считают у советский совок советское время нет это горбачевщин это при грабачеве тут те самые 90 здесь люди стали люди перестали получать зарплаты то есть пенсию задерживали мы примерно полгода человеку не просто полгода и через полгода ты начинаешь получать свою пенсию нет каждый человек получал раз в полгода пенсию на некоторых предприятиях раз в полгода получали а из зарплаты или же там за место зарплаты могли привести рожки какой-нибудь хрень это все было на ребят но я еще раз говорю я не считаю тусовком у меня было такое время да когда я месяц жрал шанов это был такой это вот уже как раз вот после газа провода я уволился оттуда пожил какое-то время в москве там захотел попробовать чем-то заняться не получилось вот вернулся сюда здесь вот началось то что самая такая жесть я устраивался на работу уже заранее знаю что зарплату не видно я просто своему начальнику сказал что минуту вверх по вместо зарплаты я собирался заводить скотину мне пообещал да без проблем без всяких летать я проработал три месяца сказал мне нужно зерна он мне сказал не дохрена ли ты хочешь но результате вылся и практически с этого времени я стал как говорится мне был пах по херу кому приходить на работу и я стал относиться к этому найти не особо с уважением во многих работах я проработал особых толков не было но вы как выживал нам ну естественно приходилось гнать самогон и у продавал у людей особо денег не было для чего делал я предлагал мужиком ребят собирайте посуду я вам бутылку это то есть я бутылку они собирали бутылок там определенное количество уж не помню за эту пузырек отдал то есть они мне не должны еще была тетрадь толстый тетрадь где были записаны люди кто мне сколько должен там набиралась очень много этих записи это было там ну наверное большая часть до сих пор все со мной не расплатилась это точно вот собирал я эти бутылки бутылки у нас еще тогда в магазинах принимали принимали как деньги они за это не давали уже то есть посуду ты выезжаешь тебе деньги за это не дают нет ты выбирай продукты вот я на мотоцикл и там мешков 45 этих бутылок едешь гремишь в люльке все это сдаешь набираешь продуктов и все ну а денежку мужики которые приходили с деньгами денежки немножко было все это давал немножко свободы потом прекратили принимать эту посуду мне нужно было как-то на что-то переключаться я тут как раз устроился на работу валенки валять и они валенки валять ребят при том вручную по старинке я это умеет знаю как делается и вот поработав там я пришел к что людям то валенки нужны но стоит они дорого как же все делал там короче получилась такая комедийная схема я за бутылку валенки покупал за трехлитровую банку я их продавал вот так кто-то покупал за деньги да но за трехлитровую банку самогонки притаску и но раз притаскаю лучше чем была моя самогонка вот такая вот схема была то есть у меня на сахар меньше денег тратилось и тут смогу у меня больше было и люди у меня все-таки как-никак за деньги частенько брали он такая вот схема была то есть ко мне шли как за самогонкой так и с самогонкой то есть приходили ко мне самогонкой выходили с валенками раз был случай ко мне пришел шел ко мне человек с самогонкой с трехлитровой банкой то есть за трехлитровой банкой продавал валенки и вот пока он шел ко мне он встретился с тем который хотел у меня трехлитровую банку самогонки купить и вот они дорога договорились да какая разница и митинге да вот он по пути ему продал самогонку который меня нес а мне уже принес деньги завалить вот такая вот петрушка этот самый такой после когда ельцин пришел да как он пришел ельцин я этот лично помню как он пришел он обещал и опу руки на ельце но будет все как в юзе вот так вот он стал власти народ им поверил и он пошел это было так все как союзе конечно не стало все стало гораздо хуже ничего хорошего это не было зарплаты не платили и задерживали короче бардак был это да но ребята я уже в эту в ту в это время начал скотину держать да и мне приходилось воровать зерно едешь в поле на мотоцикле с мешками и буквально там за полторашку или за три литра ты с комбайнером договариваешься и покупаешь берешь у него зерно то есть тогда вот этот самогон вино это была универсальная валюта за нее можно было взять все что угодно как угодно кому угодно держал скотину выкармливал сдавал появлялись деньги я так вот это все что то есть но жили выживали сказать сейчас по стране сейчас уж не временем я не знаю сейчас мы живем лучше или хуже не знаю но короче дальше короче когда уже ельцин объявил что он уходит мы все обрадовались тут наш путин и кстати он путин и сразу пришел перед ним то один то второе все это исполняющие обязанности шли один одно пробу другой другой пробовал 3 3 пробовал то есть чувствуешь так что какая-то платформа прощупывается что-то готовится когда уже путин пришел тут и началось вот этот чечни за все это разбираться прекратилось да он прекратил вот идут все бойни чеченский распри вот эти вот у нас все да на то время он да я вот честно сказать тут начали платить зарплаты не дай бог ты задерживаешь и зарплату это что-то тут сразу же все начали платить зарплаты люди у людей появились деньги стали жить нормально пенсии перестали задерживать зарплаты учителям медикам тоже перестали задерживать да в этот момент путину поддержали и здорово но ребят человек такой такое существо который не может жить при одном и том же уровне то есть если хочешь жить хорошо то потом нужно жить еще хорошо еще лучше но сейчас не то что уже лучше дам я например купил себе станок погибки металла да я как жестянщик когда я начал заниматься то есть у меня перерыв был после училища и тогда помню 12 лет и через 12 лет я все это начал делать по новый вид у меня по блок пошло я зарабатывал на трубах это ну извините меня по 6000 в день заработок это голыми руками чисто на станке молотком ножницами своей головы ты зарабатываешь это было что-то я купил себе станок станок я себе купил за 10000 долларов в то время он стоил на наших рублях 400 тысяч 440 тысяч что мне обошелся вместе с доставкой сюда вот тоже дело пошло то есть я делал трубы плюс у меня гибко все это шло люди камни шли доходы шли то есть у меня практически вышло выходило по 90 100 тысяч в месяц но в один прекрасный день произошел вот этот дефолт да и все все это рухнуло я буквально смысле сел на доходы в 15-20 тысяч резко 15-20 тысяч это еще хорошо и скажем так вот до этого до когда заработок шел я отдыхал максимум два месяца без работы вообще работать нет никакой два месяца это максимум после этого как деньги у населения пропали я полгода так бог а то и месяцев пять я работал все остальные а уже возраст и с каждым году вот этот он доход населения он очень очень критично падает я не знаю там как что будет дальше я например вот в этом году когда сезон начнется я рассчитываю что ну двадцатка максимум это то есть работает дома своими руками зарабатывать такие деньги это это очень мало при условии цены станка что он стоит 10 тысяч долларов это очень мало сейчас вот начались всяческие забастовки 63 навальный бондаренко ребята когда-то когда я шел в училище да я был уверен во всем понимаете я когда пришел в училище я только за два года поменял два места работы я их не искал я просто пришел и устроился после армии я устроился менту после менторы я устроился на газопровод после газопровода я устроился у нас был тут такая хим дым но это агропром химия после агропром химия устроился валенки валять то есть не было там работать пофиг потому что у меня достаток я гнул смогут на тебя вытащить продавал все не так вот крутил но был но это тогда можно было жить сейчас такого нельзя сейчас такого нельзя никак если я сейчас такую мыть начну смогу вот эти я долго не проторгую мать человеку недели всю и штрафы прилетят и не маленькие штрафы которые продаж смогут навряд ли окупит на длинные видео что сейчас у меня два сына один владимир сейчас живет другой учится 3 ну ты закончится учиться да быть ли у него работа в будущем нет не знаю вот молодежь не поддерживайте нам идите работать а куда в то советское время до по закону я мог не работать максимум полгода потом обязан работать сейчас работать нигде он представляете вот у нас учится в группах 25 человек сварщиков куда не пойдет работать просто думаете вот эти вот те кто учится на сварщика не понимает не уверен не понимает что и никуда до человек пять шесть десять из них но половины них устроиться на работу остальные оставить бухать сборе вот какое время родился какое время жил каком времени пришел видео час идет хорошо так вот спасибо что досмотрели оставляйте свои комментарии под видео обязательно подписывайтесь на мой канал не только на youtube но каналами также есть на яндекс эфире у меня есть свой яндекс дзен так что вы милости прошу всех в гости к себе до свидания до сну до новых встреч надеюсь вам было это все интересно услышать